Так, придумаю, так и было, каждому по вере его, так говорит об этом Христос, по-научному, во что вы выбираете верить, вот вы привыкли, что я сначала узнаю что-то, мне сначала что-то докажут, и потом я в это поверю, да, потому что мир-то объективно существует, но если это так, то этому должно быть какое-то доказательство, я получу это доказательство, и потом, ну, поверю в это, подтверждая, то есть сначала получу подтверждение, а потом в это поверю, но таким образом вы будете всегда получать только подтверждение той системе верования, которой вы уже выбрали верить, как коллективное сознание человека, то есть вот эта тюрьма, в которую вас загнали, она таким образом сама себя защищает, понимаете? Через вот эту схему, систему сама себя подтверждающей веры, через вот эту вот схему сначала узнаю, потом поверю, то есть таким образом вы лишаете просто себя вашего главного инструмента, инструмент, который называется осознанный выбор веры, потому что, ну, который сотворяет вашу реальность, если мы говорим о том, что во что я поверю, то и начнет проявлять, то такова и есть моя реальность, о чем говорил Христос, да, сгорчичное зерно, это, Христос это просто такой квантовый, большой специалист, лучший специалист, один из лучших специалистов в области квантовой физики, он говорил, что вера твоя, хоть с горчичное зерно, вот скажешь горе, подвинься там с одного места в другое, она подвинется, это об этом, да, вот, то есть вот этот осознанный выбор веры ваш, это ваш главный инструмент, и вот это одно из главных оружий было, инструментов, вот, тех товарищей, которые стоят за этой фермой, буквально в смысле этого слова, системой, в которую объективно существующие реальности, в которую вас загнали, вот это сначала узнаю, потом поверю, тем самым они вас загнали в ловушку, в которой привыкли жить в мире, в котором все существует объективно, я имею ввиду коллективное сознание, человечество, большая часть, вне зависимости от нас, под который мир, под который нам, в миру, под который нам нужно адаптироваться, привыкать, нарабатывать, зарабатывать, какие-то навыки внутри этой системы, уже выстроенной, да, объективно отделенной от нас существующей, с которой мы имеем только одну связь, связь, в которой есть вот система, которая сильнее меня, которая побеждает в любых обстоятельствах, а я жертва этой системы и подстраиваюсь под нее при любых обстоятельствах. Ну, то есть, даже если вы у вас много денег, если вы много зарабатываете, если вы там сильны внутри этой системы и так далее, вы все равно внутри этой системы, понимаете, вы все равно играете по правилам этой системы, и она вас побеждает, как минимум, тем, что она задает вам те правила, по которым вы двигаетесь внутри этой системы, по принципу того, что вы являетесь, так скажем, подстражей. но это так, лишь потому, что вы в это поверили. Вся ваша реальность, вся материальная действительность, которая вас окружает, является полным отражением и проявлением состояния вашего сознания. С точки зрения квантовой физики, это объясняется следующим образом. Сильно детально не буду углубляться, поверхностно пройдусь. Есть такая концепция, которая называется концепция многомировой Вселенной, которая говорит о том, что все безграничное количество реальностей, параллельных реальностей, в которых все по-другому. В каждом из них свой уровень реальности. Безграничное количество таких реальностей одновременно сосуществуют и схлапываются в одну реальность в момент появления живого наблюдения. В момент появления наблюдения живого сознания. Это живое наблюдение, это и есть живое сознание, которое имеет ту или иную начинку, то, что мы называем шаблоном восприятия. Мы это называем шаблоном восприятия, коротко, чтобы не приходилось объяснять. и вот какой у нас шаблон восприятия, начинку, какой начинкой мы наделили свое сознание, вот такую реальность из безгранично сосуществующих одновременно реальностей мы будем вбирать, соответственно, сотворять своим вниманием. то есть это такой двухсторонний процесс в том смысле, что все реальности одновременно и так существуют уже, сосуществуют уже. То есть все уровни реальности уже есть. Вам не нужно их специально там как-то строить, создать и так далее. Они уже есть. Все уровни реальности одновременно сосуществуют. Какую реальность вы проживаете, зависит от той начинки, от того шаблона восприятия, которым наделено ваше сознание. Что такое шаблон восприятия и из чего эта начинка состоит? Эта начинка состоит из трех фундаментальных главных элементов. Первое – это ваше верование и убеждение. Тут сюда мы включаем, то есть речь идет не о каком-то религиозном учении или еще что-то. Это любые верования и представления, которыми вы наделены с самого рождения на генетическом уровне, на уровне подсознания. И в эту память включена вся память человечества с момента одноклеточного животного и даже раньше. О, Олег решил вопрос с камерой. Привет, Олег. Вот. И вся ваша реальность, которую вы видите на данный момент, которая вас окружает, вот эти красивые горы за мной, небо и все остальное, это не объективно существующая какая-то реальность, а это результат той памяти тех представлений и убеждений, которые внутри сознания моего сформировались с момента одноклеточного животного, передавались на генетическом уровне из поколения в поколение, как уникальная форма жизни. И вот на данный момент моя реальность выглядит вот так. То есть в это включено, что есть камень, он твердый, там есть вот спутниковая тарелка, которая подает сигнал в телевизор. Нужно зарабатывать деньги, чтобы жить достойно, что вообще все мои представления о достоинстве, о том, что такое достойно, что достойно это когда у тебя там трехкомнатная квартира, и она же у каждого разная, да? У кого-то это трехкомнатная квартира там в центре Москвы, у кого-то это яхты, самолеты, пароходы, у кого-то это просто там что-то еще. Какие бы у вас там... Все это, это просто представление. Если в ваших представлениях есть что-то вот достойное и вера в то, что это достойное нужно достигать, и для этого нужно зарабатывать деньги, вот в такой реальности вы будете проживать. Вот если для вас достойна трехкомнатная квартира в центре Москвы, и для этого нужно зарабатывать, вы будете проживать в такую реальность, где вы будете все время хотеть зарабатывать, чтобы купить себе трехкомнатную квартиру в Москве. Кто-то будет делать какие-то свои другие действия на своем уровне, чтобы там не трехкомнатную квартиру в Москве купить, а чтобы там заработать уже на яхты, самолеты, пароходы. Но дело в том, что и в то, что все это является неким достоинством, вас в это просто заставили поверить. Вот вам внедрили эту координату ценностей, да, таких. И в то, что нужно деньги зарабатывать, и что вообще существование самих денег, необходимости существования денег, и что даже при их существовании, что вам их нужно зарабатывать, ходить на нелюбимую работу и просто кормить своей ограниченной энергией саму систему, а точнее, если быть за этой системой, есть те, кто стоит и имеем легион, они просто питаются вашей жизненной силой через все вами нелюбимое, так скажем, если коротко говоря. То есть каждый раз, когда вы идете против своей души, каждый раз, когда вы идете на нелюбимую работу, из соображений там выживания, и чтобы там, ну, в лучшем случае, в кавычках в лучшем случае, в лучшем случае внутри этой системы, не для того, чтобы сдохнуть, а просто, ну, хотя бы, хотя бы для того, чтобы, ну, была хоть какая-то красота меня окружала, и у меня была там красивая квартира, машина, яхта, самолет, неважно, да. Я буду работать в лучшем случае. И то, то есть, ну, кто-то из вас знаком, если нет, если для кого-то новость, я вам сообщу, что люди с большими деньгами это самые несчастливые люди, потому что они, у людей, у которых нету этих больших денег, у них хотя бы есть надежда, что хотя бы там я заработаю, стану счастливым человеком, а у этих и этого нету, этой надежды. И эта надежда является единственным, чем, что их там кормит, так скажем, да. Ну, хоть какая-то вот это само чувство надежды, неразочарованности, а хоть, ну, хоть есть какая-то надежда, что хоть стану счастливым, если вот, ну, заработаю хотя бы какие-то деньги. Это уже какая-то там позитивная, понимаете, мысль, которая, ну, вот, подает надежды. Но богатые люди — это самые несчастливые люди, потому что они потеряли даже эту надежду. Потому что они уже заработали все деньги мира и поняли, что ни хрена в этом счастье нет. Ни хрена в этом счастье нет, радости я не чувствую, я несчастливый человек, не знаю уже, что дальше делать. И деньги заработал. И они уже в поисках там этого счастья уже абсолютно абсурдным образом, уже деградируя вниз, да, даже внутри этой системы, пробуя что-то, что сделает их счастливыми, дальше просто продолжают идти в сторону смерти, в сторону слива своей энергии. Вот. Вот есть такая система убеждений, да. Есть другая система убеждений. То, о чем говорим мы, это тоже просто система веры, то есть это тоже выбранная вера. Это мы выбрали верить в то, что наша реальность является полным отражением и проявлением состояния нашего сознания. Это тоже выбранная вера, понимаете? То есть это сама себя подтверждающая схема верований. То есть мы, так как мы верим в то, что любая выбранная вера нами осознанна, она и есть то, что сотворяет мою реальность, мы можем выбирать в это верить, понимаете? То есть это сама себя подтверждающая реальность. Также все остальное. То есть если ты выбираешь верить в то, что тебе нужно зарабатывать деньги, чтобы стать счастливым человеком, ты будешь пробовать, ты будешь жить в такой реальности, и твоя реальность будет тебе подтверждать эту веру. Ты будешь находиться в такой реальности, ты будешь проживать такую реальность, в которой тебе нужно зарабатывать деньги. Ну, чтобы стать счастливым, я это громко сказал. У 99,9% людей это хотя бы чтобы просто выжить. Даже если выжить в хороших условиях, но это все равно вопрос выживания, понимаете? Вот. Изначально по природе своей сознание – это абсолютная пустота, и чем мы вот ее наделили, какими качествами. То есть то, что мое сознание… Олег, это, видимо, я чувствую, это для тебя идет. То, что мое сознание даже состоит из трех частей, которые являются моими верованиями, убеждениями и желаниями, это тоже выбранная вера, понимаете? То есть это изначально это абсолютная пустота, абсолютный хаос, квантовый суп по-научному. То есть это все научно доказанные факты. Абсолютный квантовый суп, в котором существуют все возможные варианты, существует даже уровень реальности, где ваше сознание – это макароны. Ну, допустим. Просто потому, что все возможные варианты одновременно сосуществуют. И живое наблюдение определяет, как мне хорошо. Мне хорошо, если мое сознание – это макароны, или нет? Ну, не совсем. Мне хорошо, если мое сознание вообще не имеет никакого смысла в моей жизни, я просто там что-то хожу, иду, курю. Ну, в общем. Вот. Там, кушаю, занимаюсь сексом и так далее. Ну, это два основных момента, да, просто с точки зрения уровня выживания, на уровне вот инстинктивном кушать, заниматься сексом. Все. Все остальное – это так. Построенное на этом там какие-то дополнения. Вот. И дальше, то есть, проживая опыт всех возможных вариантов, единое сознание, я выбираю верить в совершенство того, что поток идет таким образом, значит, вы к этому готовы. Вот. Поймите, изначально жизнь, вот это то, что мы называем большим взрывом, да, вот когда произошел этот большой взрыв, жизнь начала развиваться просто во все стороны. Все возможные варианты, как уникальные формы жизни, вот, планеты, галактики, человек, ящерица и так далее, это просто уникальные формы жизни. Проявление жизни во все стороны, все возможные. То есть, жизнь изначально не выбирала какую там форму проживать. Она просто сказала, я все формы, все формы проявлю и посмотрю, что из этого сработает. Понимаете? И человек, с одной стороны, это одна из уникальных форм жизни, которая вот случилась в том виде, в котором она случилась. И она случилась именно вот высшая точка на данный момент этой уникальной человеческой формы является тем шаблоном, перепробовав, то есть, жизнь перепробовав все остальные варианты, да, просто там, ну, все, что вы видите в своей реальности и не видите. То есть, там, даже все, что вы видите, вот там есть ящерица, есть букашка и так далее. Вот эти варианты, да, это тоже уникальные формы жизни. Есть еще те, которые вы не видите, о которых вы даже не знаете, но в своей наивысшей точке, высшей точке своей эволюции, да, то, к чему пришла вот эта уникальная форма жизни человек, она пришла к человечности от слова чела и вечность. Вот. она вот такая, как мы ее сейчас вам транслируем. То есть, человек попробовал все остальные возможные варианты существования, существование объективно существующей реальности, отделенно от меня и так далее, и захотел на основе этого опыта, как мы пришли к этому. То есть, мы проживали сначала вот эту объективно существующую, отделенную от нас реальность долго-долго, и каждый раз у нас уточняли желание. Тут уже хочется продолжить про вторую, третью часть фундамента нашего сознания, частей, фундаментальных частей нашего сознания. Про верование и представление понятно? То есть, если коротко, Ка один из оружий, один из главных орудий, благодаря которым вас удерживали, лишая вас, вашего главного инструмента, инструмента Бога, осознанный выбор веры, заставляя вас анализировать умом, узнавать то, что есть во внешне проявленной реальности, что является отражением и проявлением ваших верований внутри вашего сознания. То есть, ну, понятно, да, что, когда мы говорим о сознании, то есть, все, что есть внутри меня, не проявлено, оно является источником того, что проявлено вовне. То есть, все, что есть внутри меня, когда мы говорим о сознании, мы говорим о том, что внутри меня. В мое сознание есть то, что есть внутри меня. Вот. Оно и проявлено в моей реальности. Анализируя вот вашим умом и вот через вот эту схему я сначала узнаю, потом поверю, вы просто анализировали ту систему, которую вас через вашу реальность, которую вас уже внедрили, которая внедрена. Но дело в том, что вы можете влиять, управлять этим процессом, вы можете менять эту систему верований внутри вашего сознания и ваша реальность будет тут же на это откликаться мгновенно. Это понятно? Вопросы есть по этой части? Вопросы 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 Продолжение следует...